В пятом сезоне рыбалки за рулем. Наши друзья отправились в двухнедельное путешествие из Уфы в Волгоград. Но по ходу съемок у них что-то пошло не так. Женя, 28 дней назад выехал на съемке, а я 27. Ведущие Владимир Солопов Евгений Лыскин Мастер кадра Олег Пятницкий Случайный оператор Ильсу Рышаев И Леха Техник На протяжении 22 серий Владимиру и Евгению предстоит рыбачить более чем в 50 водоемах Башкортостана, Татарстана, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Добраться до финиша? Добраться-то добрались, но какими силами? Стоило только понервничать чуть-чуть и я его поймал! Вау! Я все понимаю, давайте его спушим, он не вкусный! Привет рыболовы! В эфире итоговая серия пятого сезона проекта «Рыбалка за рулем», в которой, скорее всего, больше будет за жизнь, чем за рыбалку. Так что готовьтесь! Как наверняка, кто-то из вас помнит из предыдущих серий, в этот раз, из точки А, а точнее сказать, УЗФы, до точки Б, Волгограды ехали и снимали этот сезон мы ровно 28 дней. Хотелось бы сказать, что 28 дней пролетели, как на одном дыхании, не поворачивается язык, но, как иногда говорят, трудности укрепляют. Да, в некоторых ситуациях, с некоторыми людьми в жизни это действительно так. Знаете, я всегда считаю, что у нас есть несколько возможных путей для того, чтобы пройти или преодолеть события или череду событий, которые, как реперные точки, вероятно, уже расставлены кем-то, скорее всего, нами самими, на нашем же жизненном пути. Все дело в том, что мы живем в мире причинности. Здесь у всего есть причина и следствие, которое порой порождает новые причины и новые следствия. Но пока это всего лишь слова, из которых каждому из нас на протяжении всей жизни удается формировать предложения, иногда несущие в себе смысл, а иногда нет. Итак, хватит этих размышлений и философии. Пожалуй, пора переместить на самый последний, двадцать восьмой день нашего путешествия и рассказать немного о волшебстве, которое порой с нами происходит. На тот период времени я все никак не мог остановиться, переживая, что нам недостаточно материала. И честно, мучил свою команду, которая, спустя месяц работы без выходных, была изрядно психологически и физически истощена. Пользуясь случаем, простите, ребята, но, как говорится, искусство требует жертв. Со вчерашнего дня, со вчерашнего, вернее, вечера к рыбалке началось обращение. Я даже не представляю, как мне сегодня вечер рыбалить и завтра утром. На какой день это у Евгения случилось? Двадцать восьмой день. На двадцать восьмой день Евгений устал от рыбалки. Сдулся? Сдулся. Итак, последний день съемок. Мы два часа мотаемся по окрестностям Волгограда в поисках места для того, чтобы записать интервью. И поразительно то, что куда бы мы не заехали, нам все не нравится. Ну, бывает так, все не то. Осталось нам совсем немного. Уже чувствуется какая-то приближенность к завершению. И в действительности сейчас я осознаю, что отчасти происходящее с нами это не совсем правильный выбор времени. Поездка в не совсем правильное время. Но одновременно в другое время мы выехать просто не могли. Ну, там запрет раньше был, да? Ну, мы так думали, по крайней мере. Запрет, ребенок, ну, как бы такие вещи, которые, ну, как от беременной жиды уехать. Ну, ради того, что в мае клюет. Я, конечно, понимаю, ты бы, возможно, мог, но я как продюсер... Привет, Маша. Он хороший продюсер. Что-то не ладится у нас опять под конец. Едем записывать интервью. Непонятно, был еще один день, хотели оставаться. Сейчас все резко меняется. В итоге, устав от постоянного перемещения решено. На авось заезжаем в первый поворот к реке и останавливаемся там. И что вы думаете? Как только была снята важность и какие-то наши внутренние непонятные требования к месту, оно нашлось само собой. Уже начинает побахивать волшебством. Что с тобой, Евгений? Вов, я хочу здесь взять тренировку по боксу. Зачем? Нашего техника, чтобы больше гопники, если даже на меня напали, но чтобы я мог постоять за себя. Да? Он сказал, научат меня боксу за одну тренировку. Женек, я рубачить пойду, я не буду тренироваться боксом. Давай. Я тебя немножко провожу, чтобы тебя никто здесь не обидел. Да? А потом вернусь заниматься боксом. Жень, давай. Дойдешь точно? Да. Если что, кричи. Хорошо. У меня очень сильный правый боковой. Хорошо, хорошо. Дойду. Пойдем. Родина-мать, стадион. Красиво. По приезду мы решили разделиться. Женя стал снимать свое кино, тренируясь боксу с Лехой техником. А я отправился на итоговую рыбалку. Причем ничего от нее не ожидая. Основная идея была в том, чтобы сделать пару забросов, поставить точку, так сказать, и спокойно снимать интервью. Ну что, тренер, приступим? Готов? Готов. Ну давай. Вот тебе бинты. Бинтоваться, знаешь как? Конечно. Молодец. Чтобы быть настоящим боксером, надо жить как боксер. Надо думать как боксер. Надо иметь дух боксера. Надо бинтовать как боксер, Жень. Слушайте, хорошее место мы подошли. Есть ощущение наличия рыбы. Вот такое внутреннее. Не знаю, будет она брать или нет. Одна из самых простых, незатейливых приманок всего нашего путешествия. Да и вообще. Это вертушка. Конечно, она нас очень много раз выручала во всех поездках. Ну вот, с нее-то я и начну. С волкера начать не удалось. Итак. Обычная монотонная проводка. Есть. С первого заброса. Это какой-то гигант. Слушай, это какая-то рыба очень крупная. То есть реально крупная просто остановила ни с того, ни с сего. Да ладно. Ребята, хоть посмотреть кто это. Это гигантский головаль. Это гигантский головаль. Ты посмотри. Тихо. Тихо, Эльсур. Я таких головлей, как в Волгограде, не... Ой, да я тебя сейчас отпущу, да что ты. Спасибо, река. Спасибо. Вот это да. Вот это рыбина. Вот это да. Вот это да. Это, мне кажется, приятное завершение. Можно даже не ловить. Вы представляете? Прийти на Волгу, поставить вертушку и поймать с первого заброса рыбу. Вы посмотрите какой. Спасибо, река тебе. Спасибо. Вот это рыбина. Это реально просто гигантская рыба. Огромная. Пока Женя там тренируется, вы посмотрите. Это просто... Я не могу. Вот этот головаль стал для меня настоящей, волшебной, точкой нашего путешествия. Так что, кто еще не верит, оно, волшебство, все же существует. Хотя наверняка кто-то может объяснить это по-другому. Ну что, ты гинтовался? Да. Готово. Правильно? Да, Женя. Отлично. Тебе удобно? Мне нормально. Ну, самое главное. Можно начинать. Я покажу свои способности в настоящем боя с теней. Так, ну давай, вставай в стойку для начала. Ты уверен, что это боксерская? Я в фильмах видел. Нет. Про Джеки Чана. Не пойдет. Джеки Чан не боксер. Так, ну все, локти прижаты. Голову вверх подними чуть-чуть. Правильно? Да, да, да. Отлично. 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 Так, ну что, ловим дальше. Обычная монотонная проводка. Первое место. Вот это удача. Спасибо. Вот это да. Оказывается, здесь, напротив стадиона, если смотреть на родину-мать, клюют такие вот красавцы. Я даже думаю, сейчас на вертушку поймал, может быть, воблер поставить. Они все дерутся там. Да, Евгений, конечно, устал от рыбалки. Переживаю я за своего соведущего немножко. Сейчас я научусь. Нормально, больше ни один гопник ко мне не подойдет. Наоборот. Прям чувствую в себе силу и уверенность. Все-таки поставлю я покрупнее вертуху. Вот сейчас еще один забросик. Сейчас я, кстати, притоплю. Мне интересно, какая тут глубина. Глубина сравнительно небольшая. То есть вертушка 3 грамма упала на счет 3. Ой-ой-ой, вниз нам не дают идти. Смотрите, купающиеся. Ну что, 20 забросов, пока Женек там. Я вон их вижу, они тренируются. Вон они вдалеке, вдалеке на склоне. А теперь боковые давай попробуем. Я что, делаю что-то неправильно? Все отлично. Боковой не очень, ногой бьешь больно. Давай. Я что-то так устал. Такое впечатление, что я уже положил толпу. Ну что, я принцип понял. Мне кажется, что я готов. К бою? К самой серьезной части тренировки. Ну тогда давай бой с тенью устроим. Бой с тенью. Это будет первый твой бой. Серьезный. Хана тени. Вывод у меня такой. Галавль этот просто мне река подарила. Этого главля вселенная. Приятно ощущать, что кто-то незримый, который вот такие вот устраивает сюрпризы. Ну все. С Богом. Пойдем. Жень. Жень. Жень, ты как? Нормально? Тренер. Ну что, я победил тень. Да, победил. Никаких теней рядом нет. А почему мне так больно? Победы не даются легко, Жень. Тренер, ну что, у меня хорошо получается. Я стану крутым боксером. Да, Жень, получается. Хорошо. Друзья, минутка добрых дел на телеканале Рыболов или Охотника Рыболов. Мы прячем клады. Причем клад мы прячем итоговый. Вот здесь три секретные приманки. Идеально подходящие под это место и под здешних головлей. Ну что, Евгений. Напротив, практически напротив, Родины Мать прячу. Вот сюда вот. Под куст. Вот. Это итоговый клад, который мы спрятали. Я думаю, что если в следующем году мы будем снимать шестой сезон, то кладов мы будем брать гораздо больше, потому что в этом году нам их не хватило. Вы представляете? Не хватило. А мы спрятали около 15 или 20 кладов. Мы неминуемо приближались к записи итогового интервью, которое в этом году будет особое. Наверняка многие из вас помнят нашего бессменного оператора Олега Георгиевича, который год за годом сопровождает нас в этом нелегком и интересном приключении. Рыбалки за рулем. Так вот. Обычно операторы сильно неразговорчивые ребята. И больше того, предпочитают всегда находиться по другую сторону камеры. Но только не Олег, который в этот раз вместе с нами решил рассказать про то, что осталось за кадром и вообще про съемки пятого сезона. Итак, начинаем. Пятницкий Олег Георгиевич. Чем занимаешься здесь, Олег Георгиевич? Снимаем. Я Евгений Лыскин. Я с большим удовольствием снимаю для вас программу «Рыбалка за рулем». Меня зовут Владимир Солопов. Я автор и ведущий проекта «Рыбалка за рулем». И сейчас мы будем подводить итоги. Будем рассказывать о всех тяжбах и трудностях, которые сопровождали нас на съемках. Впечатления накатывают уже после, когда возвращаешься, когда немножко отдохнешь. Тогда уже как после вкуса приходят впечатления. С одной стороны, я чувствую большое-большое облегчение. Потому что именно этот сезон дался сложнее всего. Гораздо сложнее третьего и тем более четвертого сезона. Сказать, что этот сезон был простым, это будет неправдой. Сказать, что он был каким-то очень сложным и невозможным, это будет тоже неправдой. Он был, как, наверное, юбилейный пятый сезон, очень странным. Во-первых, мы снимали 27-28 дней. То есть мы поехали, Женя выехал на день раньше, а я выехал на день позже. И в итоге получается у нас 27-28 командировочных дней. Таких длинных съемок и рыбалок у нас еще никогда в жизни не было. Первая неделя съемок у нас шла абсолютно не по плану, ковырком. И то и дело что-то происходило. Никак не могли настроиться, наладиться и что-то происходило. То машина, то здоровье чье-то. Началось все с Уфы, когда я заболел. Вы представляете? И мне пришлось делать капельницу от простуды. Но, тем не менее, меня это спасло. И буквально через день я уже был на ногах. Но именно эта трудность, это были просто цветочки по сравнению с тем, что нас ожидало дальше. Выезжая из Татарстана, заправляемся на заправке некачественным топливом. И все, и машина перестает ехать. Мы не могли включать кондиционер. Мы не могли открывать окна, когда пишем внутри машины, потому что звук с улицы мешал записываться звуку. В этом году вообще аномальная жара. В действительности она была невыносима. И я думаю, что это один из факторов, почему у нас так растянулись съемки пятого сезона. В этот промежуток времени не то чтобы рыба не клюет. Действительно, практически невозможно находиться на водоемах. Конечно, когда целый день находишься на жаре и пот заливает глаза, а глаза – это мой инструмент. И все это, конечно, неудобно, некомфортно. По поводу трудностей в этой поездке можно говорить очень-очень долго. Я связываю это с тем, что какие-то силы и именно вот место, пространство Башкертостана и Татарстана нас просто не принимали. Мы там в первую неделю, наверное, сломались и вообще отказались от съемок, перенесли и сказали, что ребят, давайте мы там поедем в августе лучше снимать или там в конце июля. Но мы этого не сделали. С нами случались вот эти все трудности, я считаю, только для того, чтобы мы стали еще сильнее. Для того, чтобы мы их преодолели, пошли дальше и почувствовали определенное облегчение, в какой-то даже степени эйфорию от того, что это все закончилось. Вы знаете, мне на самом деле в этой поездке запомнилось очень много мест, прям огромное количество. Ярче всего, на самом деле, вот то, что первое приходит на ум, это река Сок, где буквально там с первых забросов с моста я ловлю здорового жереха. Неожиданно ловлю, не ожидал я его. Остров, возле деревни Лбища, в которой нас встречал Андрей. Мы жили в палатках, у нас было просто великолепное уединение с природой, хорошая щучья рыбалка и просто замечательная компания. И мне нисколько места запомнилось, я в подобных местах достаточно часто рыбачил. Сколько ситуация происходящая, когда мы с Женей выплываем и Женя ловит с утра, у меня вообще с утра не клюет рыба, я там окунька одного ловлю, а у Женя первая щука, вторая щука, окунь, окунь, еще окунь. Я езжу не понимаю, да что ж такое-то. И вот мы приезжаем на обед, кушаем, отдыхаем немножко, жара спадает, выплываем на вечерку, и на вечерке у меня одна щука, вторая, третья, и все меняется. И вот очень интересно, знаете, я провожу порой параллели происходящего со мной на протяжении, на линии времени. И очень интересно, вот в этой поездке как-то все вот, 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 круг вверх, вот как-то все запутано так вот. Вообще очень странно. Приехали в Волгоград, я думаю, да ну, хочется, конечно, крупного головля, да и не надо. Думаю, ну вот селедку бы Каспийскую поймать, я ее ни разу в жизни не ловил, вот, вот еще один вид себе добавить. У меня клюет Женя на головли, которых он хочет поймать. То есть я понимаю, что делать, алгоритм, полностью все. Но не клюет селедка, а у Жени клюет селедка с каждого заброса практически. Ну, как так вообще? Очень интересно. На протяжении всей поездки нам попадались очень добрые, отзывчивые и гостеприимные люди. Салават, который живет в Уфе, у него родственники живут в деревне. Отличился особым гостеприимством. Он угощал нас настоящей домашней едой, вкуснейшей. Он вместе со своими родственниками на протяжении двух дней топил для нас настоящую деревенскую баню, салават. И все те, кто нас встречали, все твои родственники, спасибо вам большое за гостеприимство, ребята. Капитан Игорь. Он отвез нас, наверное, на тот момент, на одну из самых лучших рыбалок за эти несколько дней поездки. Мы вдоволь обловились судака и берша. И, кстати, в этот день у Игоря был день рождения. И, несмотря на это, мы рыбалили с ним до самой темноты. Запомнилось необычное приключение, когда мы зашли в реку и совсем не хотели быть там. И все, наверное, молили Бога, чтобы оттуда переместиться куда-то в другое место. И Бог нас услышал и послал катер с гостеприимными охотоведами, которые отвезли нас на прекрасную базу. Поймали там жериха, щуку, покатались на крутых катерах. Я был очень удивлен, когда Евгений процитировал нам свои стихи. А еще больше я был удивлен, когда он выложил целый список коротких сценариев, которые мы должны снимать. И эти сценарии были очень остроумные, интересные. Ну, хотелось включиться в эту игру и постараться сделать так, чтобы это принесло всем нам удовольствие. И мы от души все посмеялись. Также мне запомнился город Балакова, в котором нас встречал мой товарищ Константин Каремулин. Мы достаточно хорошо отловились. Когда мы ловили ночного судака, хоть его было не очень много, но я получил вот прям вот много положительных эмоций. Он там на джиг клевал и на воблеры. Ну, в общем, кайф. Я очень редко ходил на ночную рыбалку. Можно буквально по пальцам пересчитать. Поэтому вот именно Балакова я запомнил по классной для меня лично ночной рыбалке. Ну, положительные эмоции, они преобладают. Преобладали в этой поездке. Запомнилось все только хорошее. В этой поездке исполнилось одно из самых больших и долгожданных моих желаний по рыбе. Я поймал ИЗЯ! Я уже думал, что я его не поймаю никогда. Но в этой поездке судьба мне улыбнулась. И несмотря на то, что эта рыбка была небольшая, но она была, пожалуй, самая желанная для меня в этой поездке. Конечно же, форель запомнилась, которую мы ловили. И которая была очень азартная рыбалка. И вкусное приготовление. И, конечно же, она запомнилась. Моя стихия – это ловля именно прудовой форели. Я люблю эту ловлю не прям вот намного больше, но немножечко больше, чем ловлю других рыб. У меня, я думаю, что самая крупная рыба для меня была поймана под завершение. Это вот этот вот голавль с первого заброса. Таких крупных головлей я еще никогда не ловил. Но по весу, по размеру, конечно же, это толстолобик. Это самая крупная рыба за все пять сезонов рыбалки за рулем. Самое главное, что Вова смог его вытащить, подержать в руках, сфотографироваться, заснять на камеру. И переселить из этой маленькой лужи, в которой он был пойман, в соседний большой водоем. Мы на самом деле поймали огромное количество рыб, огромное количество видов. Мы поймали уклейку, мы поймали серебряного карася, мы поймали окуня, щуку, судака, жереха, каспийскую селедку, головля, бычка. Вспоминать можно просто, ну, много видов. Видовое разнообразие, конечно, шикарное. Усталости нет, физической усталости нет. А есть такая притупленность, притупленность от тех самых впечатлений. Потому что впечатлений у нас много, и, конечно, переварить их достаточно сложно. Они, как, знаете, в буфер обмена заносятся, и голова просто сразу не справляется, и постепенно все это переваривает, переваривает. Так вот, этот буфер обмена у меня сейчас заполнен до отказа, и уже все, не хочет воспринимать больше информации. Я ощутил настоящую свободу. Я стал совершенно другим человеком, таким, каким меня никогда не видела моя жена в Ростове. Мои друзья, и практически на протяжении всего времени у меня просто пела душа. И тяжело осознавать, конечно, что сегодня это все закончилось. Искренне благодарен всем тем, кто нам помогал в этой поездке. Я искренне благодарен телеканалу Охотника Рыболов и Рыболов за то, что они предоставляют нам возможность показывать просторы нашей необъятной родины, дороги, и то, как мы ездим с Женькой и просто рыбачим. Я благодарен вам, наш уважаемый и любимый зритель, за то, что вы смотрели пятый сезон и за то, что вы решили посвятить часть своей жизни пребыванию с нами. Мы на самом деле уже сколько времени прошло, до сих пор Жене удивляемся, насколько же нас узнают в России, да, и вот в разных деревнях, в разных местах. И, ну, за это на самом деле хочется сказать спасибо вам, что вообще для меня до сих пор удивительно, что нас кто-то смотрит, и мы кому-то нравимся. Я хотел бы пожелать вам, наши дорогие зрители, побольше путешествовать, побольше рыбалить в незнакомых местах. Просто садитесь за руль, открывайте карту, езжайте туда, куда вас тянет душа. Просто езжайте, куда глаза глядят, берите с собой спиннинги, берите с собой друзей, семью, свою вторую половинку. И путешествуйте. Это очень круто. Очень надеюсь, что я красиво это все заснял. Те планы, которые снимал, я надеюсь, что они понравятся, запомнятся. И хотя бы на какое-то время перенесут зрителя из его уютной комнаты в эту атмосферу рыболовного праздника. Так что, хорошего, приятного просмотра. Ну ладно, давайте камеру хорошую же. Там вообразили себя оператора, а у самих камера трясется, шатается. Все, давай, хорошую. Он просыпается чуть свет. Другим ведущим шансов нет. А обловив его с утра, берет он матч-реванш всегда. В рыбалке, несомненно, крут. Скажите, как его зовут? В его руках от рыбы ключ. И потому он так везуч. На воблер клюнет толстолоб. А в микрофон он скажет хлоп. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Ну, Женек, ты даешь. Спасибо. Во, спасибо тебе большое за тот опыт и за все-все, за поездку. Тебе по-настоящему было сложно, но ты справился. Я засмущался даже, Евгений. Честно. Мы положим музыку на это. От всей души, да. Спасибо, спасибо тебе. Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте мы прощаемся с вами до следующего сезона. Меня зовут Владимир Солопов, а я Евгений Лыскин. Пока. Пока. И что вы думаете? Записав итоговое интервью и уже было собравшись уезжать домой, Женя вдруг ни с того ни с сего решил в последний раз попытать счастье в поиске золотого муравья. И заодно попрощаться с Волгоградом. Вот, вижу золотое свечение. Поймал! Я поймал золотого муравья. Вот он. Виталий, я поймал для тебя муравья золотого. Как же долго я тебя искал. Вот это да. Как же мне повезло. Я уже потерял всякую надежду. Вот это да. Йоу, йоу, Лыскин ин де хаус. Знаете, неожиданно, конечно. Но в пятом сезоне в Жене открылся талант писателя и исполнителя в одном лице. После этой песни я, конечно же, не мог не поддержать друга. И впервые в «Рыбалке за рулем» специально для вас и Евгения Лыскина, автора и исполнителя, мы сделали клип. Слова из которого, надеюсь, станут гимном «Рыбалки за рулем» следующих сезонов. Уважаемые рыболовы, рыбачки, рыбачки, представляю вашему вниманию Евгений Лыскин. «Рыбалка за рулем». Слушаем. Мы едем, едем, едем в поездку в пятером. Хорошие соседи, рыбалка за рулем. Это рыбалка, это тема. И я трачу свое время. Оно в счет жизни не идет. На водоем с собой зовет. Всегда встаем мы на рассвете. Снимаем передачу эту. Огромная Россия, мать! Тебя хотим мы всю познать. Проехать вдоль и поперек. Понять, где что и как клюет. Сначала окунь на бормышку. Потом бежим мы все в припрыжку. Скорей, скорее за поворот. А там голавль на блесну берет. Вот Джерри хлопнул по воде. Вокруг малек в большой беде. Приманки в сумке. Лезем в воду. Назад уж точно нету ходу. Подходим тихо к камышам. Берем зубастую мадам. Душа поет. Мы на природе. Ух, я люблю свою работу. Десятки водоемов в день. Но мне это совсем не лень. Вперед, вперед, быстрей вперед. Куда судьба нас приведет? На этот счет есть много мнений. А я закончил. Ваш Евгений. Кстати, в общей сложности, если учитывать расстояние, которое мы проехали от и до, в километрах оно равняется 6800. От Москвы до Уфы и далее из Уфы в Волгоград и после уже обратно в Москву. За 28 дней это примерно 248 километров в день. Немало, да и немного на самом деле. Но очень важно понимать, что короткими перебежками на дальние расстояния ехать гораздо проще. И такой тип путешествия не утомляет. В отличие от того, как одним махом переместиться на тысячу километров. После чего следующий день приходится от такой дороги отходить. Знаете, я давеча задумался. А для кого же я все-таки делаю этот проект? Для себя или Жени? Для телеканала Охотник-Рыболов или спонсоров? И все это как-то не укладывалось у меня в голове. Нет, я делаю этот проект исключительно для тебя, наш удивительный зритель. Стараюсь, как умею, показать, насколько интересным и полным событием может быть рыбалка в нашей прекрасной стране, России. И мне хочется сказать, что если бы не помощь зрителей нашей программы, то пятый сезон мог бы и не выйти на экран. Искренне вам благодарен за то, что смотрите и находите в нашем творчестве что-то полезное и интересное для себя. И на этом я с вами прощаюсь ровно на год. Свет, сцена, занавес. И пускай все начнется вновь. По скриптам. Завершить итоговую серию мне хотелось бы словами Сергея Тимофеевича Аксакова, с которых, по сути, у нас все и начиналось. Дорога — удивительное дело, ее могущество непреодолимо, успокоительно и целительно, отрывая вдруг человека от окружающей его среды, все равно любезной ему или даже неприятной, от постоянно развлекающей его множеством предметов, постоянно текущей, разнообразной действительности. Она сосредотачивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминания прошедшего и, наконец, на мечты и надежды в будущем. И все это делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok